Наркотические растения. Список наркотических растений. Полный список растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Первое. Голубой лотос. Растение вида Нимфея кайрулия. Это многолетнее растение семейства лотосов. Встречается в умеренном и тропическом поясах обоих полушарий. В России лотос произрастает в дельте Волги, в Закавказье и на Дальнем Востоке. Второе. Псилоцибиновые грибы. Грибы любого вида, содержащие псилоцибин или псилоцин. Их употребление вызывает психоделические переживания. В древности употреблялись при религиозных церемониях, а сейчас как галециногены и психостимуляторы. Третье. Кактус вида Лафафора Вильямси и другие виды кактуса, содержащие мискалин. Это знаменитый пейотель. Неколючий, сплющенно-шаровидный, синя-зеленый кактус. Сильнейший среди вызывающих галлюцинацию кактусов. Растение распространено в пустынях от Центральной Мексики до Северного Техаса. Его начали применять задолго до открытия Америки Колумбом. Возможно, еще в третьем тысячелетии до нашей эры. Четвертое. Кат. Растение вида Ката Эдулис. Вечно-зеленый кустарник семейства бересклетовых. Делится на белый и красный по цвету листьев. Чем более насыщенный красный оттенок у листа, тем больше там алкалоидов и сильнее стимулирующее свойство растений. Пятый. Кокаиновый куст. Эритроксилон. Родина Северо-Запад Южной Америки. Однако растения сейчас искусственно культивируют в Африке, Индии и на острове Ява. Существует более 200 разных сортов. В последнее столетие кока приобрела широкую известность как сырье для изготовления кокаина, наркотика и склад со стимуляторов. Плантации находятся под контролем Интерпола. Один куст дает за год до 5 килограмм сухих листьев. Листья имеют сильный, подобный чаю аромат. При жевании рот постепенно немеет, вкус острый и приятный. Старые листья приобретают специфический запах, коричневый цвет и недостаточно острый на вкус. При жевании лист коки действует как стимулятор, подавляя голод, жажду и усталость. Из листа выделяют 14 алкалоидов. Самый известный – кокаин. Шестой. Конопля или каннабис. В составе конопли установлено более 400 органических составляющих, 60 из которых наркотические. Из-за входящих в состав конопли психоактивных веществ, каннабиоидов, ее используют в качестве основного сырья для изготовления марихуаны и гашиша. Марихуану изготавливают из травы растения, без корней. Гашиш – из субстанции цветов и сверхушек листьев. В основном коноплю курят либо в чистом виде, либо смешивая с табаком. По употреблению опьяняющих средств, конопля занимает второе место в мире после алкоголя. В 2000 году регулярно курила коноплю около 150 миллионов людей в мире. Седьмой. Мак снотворный и другие виды мака, рода поповерх, содержащие наркотические вещества. В диком виде не встречаются. Зрелые коробочки служат сырьем для получения морфина. Техническая успелость коробочек опийного мака определяется до упругости их стенок и появлению воскового налета на 12-15 день после начала цветения. Коробочки надрезают и собирают опий. У опийных сортов мака используется подсохший млечный сок опий и получаемые из него алкалоиды. У масличных сортов используются зрелые коробочки, освобожденные от семян, для получения морфина. Если наше видео вызывает какие-нибудь эмоции, напишите о них в комментариях. Восьмое. Роза гавайская, вида аргирея. Собственно, только 0,3% массы свежего семени занимает алкалоиды лизергиновой кислоты, знаменитая ЛСД, которая является сильнейшим синтетическим наркотиком. Конечно, натуральные семена вызывают намного более мягкие психоактивные и психоделические эффекты. Девятый. Шалфей предсказателей или шалфей наркотический. Растение вида Сальвия-9. Листья скручиваются наподобие сигар, а потом тщательно разжевываются. Активные компоненты сока адсорбируют через лизистую оболочку рта. Сухие листья Сальвии также можно курить. Две-три глубокие затяжки вызывают сильнейшее психоактивное действие. Десятое. Эфедра. Содержит алкалоид эфедрин и псевдоэфедрин, который является стимулятором центральной нервной системы. В отличие от сходного по фруктуре молекулы метамфетамина, он оказывает только слабое психоактивное действие, сравнимое с действием других легких психостимуляторов. Эфедрин также включен в состав растений, содержащих наркотические вещества, которые запрещены для культивирования на территории Российской Федерации. Подписывайтесь на канал Medical Advice, чтобы быть в курсе всех медицинских новостей.